Я была уверена, что все девочки в детстве одевали обруч с помощью поясочков. Его как-то привешивали к талии, крепили, навешивали сверху халат, и это было типа супер-мега-платье. И ура! И до! Ага, и еще разочек. И до! И налево! Девчонки, когда я пошла в танцы, моя младшая сестра сказала, хм, классно. А родители сказали, о боже, еще одна слушающая, что девочки, а ну что, мы будем жить? Субтитры сделал DimaTorzok Знаете, есть такая замечательная фраза. Танцора, который достиг совершенства, ему уже никто не поможет. Я о том, что учиться можно всю жизнь, ну и вообще-то как бы нужно. Бывают индивидуумы, которые приходят и спрашивают, а через сколько месяцев я буду готова выйти на сцену? Господи, да никогда. Я занимаюсь 15 лет. И так, чтобы я была полностью готова, чтобы мне нечего было делать с какой-то хореографией, чтобы выйти на сцену? Да нет, такого не может быть. Я всегда знаю, что можно еще отработать здесь, делать поинтереснее, поглубже, поярче окраски. Или наоборот, по сдержаннее, немножко в фламенковом стиле, более сдержанно. Потому что это непрерывный процесс всей жизни. Это классно. Это прям вот, я не знаю, как прогулка в каких-то бесконечных горах Алтая. Это не скверик на конце улицы. Если научиться наслаждаться самим процессом тренировочным, долгим-долгим, любопытным-любопытным, казалось бы, вот уже начинаешь в основах каких-то хотя бы разбираться, приезжаешь на какой-то мастер-класс, и вдруг еще одна интересная неожиданность. Мария Стрельчунос, преподаватель фламенко, создатель исторических костюмов. Детские мечты, которые ей удалось воплотить в жизнь. Страстный танец андалузских цыган даже холодной сибирской зимой позволяет испытать всю гамму чувств. А реконструкция – пройти сквозь время и примерить наряды разных исторических эпох. Я не планировала преподавать, и тем более не планировала открывать большую студию танца, или маленькую, неважно, любую. Мне хотелось, чтобы просто это было в моей жизни, а в Омске этого нет. Мы начали просто что-то с друзьями, давайте соберемся, вот такое вот разучим. Я тогда еще не понимала, что инициатива наказуема. И когда через некоторое время я поняла, это я с фестиваля принесла немножечко знаний, и потом они у меня очень быстро кончились, а группа уже есть, и она такая, «Хм, а что дальше будет? Откуда я знаю, что будет дальше?» Как бы у меня не было планов, и пришлось срочно развиваться, учиться. И вот это было 15 лет назад. Мы недавно ездили, сбылась прямо моя мечта. Все висело на волоске и завис из-за карантина. Но вот в первую осенью приезжал Хавьер Латоре. Это прямо, вы знаете, у меня немного совсем кумиров. У меня хватит одной руки, чтобы их всех перечесть. Но вот Хавьер Латоре, я мечтала к нему попасть очень сильно. И мне настолько нравится, что он делает. Немножко я, ну такой был легкий страх. Но ведь человек на сцене, человек в жизни – это разные вещи. Особенно хороший танцор и хороший педагог – это тоже разные вещи. Но на самом деле мои ожидания, все, что было, превзошло все мои ожидания. Он потрясающий. Я прямо чувствую, что мне надо распечатать его фотографию на стену. Чтобы, если когда мне кажется, что я устала, посмотреть на его строгий взгляд, я сразу пойму – нет, я еще не устала. Надо продолжать тренироваться. Очень многие думают, что у меня очень сильный характер. Поскольку, ну, изначально мы родились в совершенно нетворческой семье. У нас там потомственные инженеры. Ну, я, главное, как года, в которые мы росли. И когда я сказала, что я хочу там танцевать не как хобби, а как прямо лух танцевать, мы вообще не то, что не поняли, а совсем не поняли. И они были правы абсолютно. А тем более у меня все-таки логическое мышление, и я поступила сама на матфак. Честно, я не доучилась, причем в госуниверситет. То есть все данные были. Поэтому, конечно, логично было поступить, отучиться, идти спокойно работать на серьезную, уверенную работу и как-то танцевать. Папа мне принес пластинку, где была записана кастанета и гитара. Я слова-то фламенко такого не знала. А потом была карментиита. Музыка написана на народных каких-то песнях. Ну, основана чуть-чуть. Есть они там. И если может какое-то произведение одно, и, в общем-то, не такое уж и длинное, перевернуть прямо душу человека, то это со мной случилось. Я потеряла буквально, на самом деле потеряла покой и сон. Я в том, что, когда я пошла в танцы, моя младшая сестра сказала, «Хм, классно!» Родители сказали, «О, Боже, еще одно слышать!» Что, девочки, что мы будем жить? Ну, это же правда! И поначалу даже были моменты, когда мне говорили родители, я нисколько на это не обижаюсь, потому что это было оправданно в тот момент, они мне говорили, «Ну, ладно, ты губишь свою жизнь!» «Ну, подумай о сестре! Она же за тобой повторяет!» И доу! И уна! И доу! Ага! И еще разочек! И доу! И на левую последнюю и уна! Ага! Готовы? Поехали! И ура! И доу! Уже в более таком возрасте посерьезней, ну, интернет уже был тогда, но модемный, то есть, когда цивилизация прихолодила, я посмотрела фильм Карлоса Сауры, главной роли Антонио Гадес, на гитаре играл Пако де Лусье, вот их компания была, то есть, это абсолютно виртуозы, абсолютно безумные прямо мастера. Фильм-концерт потрясающий. Вот тогда я на самом деле, я когда посмотрела как-то вечером, на самом деле я не смогла уснуть. Я вот прямо до утра меня вот так аж лихорадило, а я хотела немедленно вот этот, с учетом того, что, ну, знаете, да, это фильм на кассете с зерном, то есть, даже нельзя поставить помедленнее промотать, чтобы посмотреть, что, да что же они это делают там. Сейчас я очень люблю творить свое на основе вот их народного танца, вот этого народной традиции. Жалко, мы живем очень мало, потому что, мне кажется, еще и впереди, если бы у меня было сто лет, я бы все равно не изучила все. Это не совсем испанский танец, по самом деле. Это танец андалузских цыган, то есть, это юг-юг. К Испании, конечно, имеют отношение, так как Индалузия в Испании, но я бы не сказала то, что это прямо испанский танец вот в таком широком понимании. Нет, это танец именно юга Испании. Фламенковый танец, он более такой, знаете, вот мы как сдерживаемся, 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 все, не можем сдерживаться, какую-то там позировку, какая-то там рематка, и опять все, овладели собой. Вот, вот это более фламенковый стиль. Или, допустим, у них очень много произведений, написанных в миноре, нашим русским ухом воспринимается минор, ну, все-таки, как что-то грустное. А для них нет, для их культуры в миноре, может, написано даже очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Он безумно разнообразный. Там оттенков не только красно-черное. Он обо всем на свете, о любых переживаниях. Совершенно с любых, ну, и областей, начиная от бытовых, до сколько можно мыть, типа, там, не знаю, посуду бесконечно, до, конечно, каких-то нежных чувств. То есть фламенка – это про жизнь. Про всю жизнь. Я была уверена, что все девочки в детстве одевали обруч с помощью, там, поясочков. Его как-то привешивали к талии, крепили, навешивали сверху халат, и это было, типа, супер-мега-платье. Очень красивое платье из одеял, получается, прямо. Мы решим, чтобы они боятся, что ли? Это незнакомец будет. Видишь? Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Вот насколько вот хватает, хочется сделать по костюму копию. Вот прямо вот, ну, даже не копию, а вот прям, чтобы он был совершенно настоящий. Вот если положена шелковая ткань натуральная, она должна быть шелковая, натуральная. И как бы это, ну, не то, что блажь, то, что вот так должно быть, потому что она ведется совсем по-другому. Ты ничем не заменишь вот эту вот фактуру поведения материала, его игру света. Это прямо такая, знаете, вот кто-то за грибами ходит, кто-то на рыбалку. Это прямо вот такая тоже вот охота на ткани. Вот здесь у меня розовое рококо, тоже очень много, любимое моим моим публикой. Я купила ткань, а потом, наверное, года два к ней искала дополнение, и вот у меня не складывал все образ. Ткань хорошая, но все, что я вот собирала, так прикинула на манекене, не то. Не то и все тут. Вот красная на манекене во всей красе тоже вылеживалась у меня очень долго. Понятное дело, когда это заказ, когда это сроки, то приходится как-то подбадривать свое воображение, искать активнее в магазинах, все это как-то заменять, прямо их ищу, 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 и необязательно они будут стоить космос. Бывают очень удачные решения, очень, очень такие даже бюджетные. Но, как правило, все-таки исторический костюм хороший. Это много достаточно денег, потому что это не просто же платье. Вниз нужно белье обязательно. Ну, корсет, например, нижние юбки, потому что они формируют ножный силуэт. Мода на силуэт. Никак. Будет другое, будет совсем не то. Не сильно в бюджетных исторических фильмах. Ну, прямо видно, вот девушки без корсетов. Не потому что им нужно там похудеть и потерять вес. Нет, им нужно изменить линию фигуры, линию талии, груди, бедер. Это платье по мотивам прогулочного такого морского платья на середину 19 века. По мотивам, потому что прогулочное платье не могло иметь такой обильный вырез, но обязательно было бы под горлышко. Ну, как художник я могла себе позволить сделать так, как мне хочется. Я его делала для очень важной для меня прогулки по Крыму. И, конечно, оно было там очень уместное. Ну, и поскольку лето жара, то и вырез был очень уместен. Когда мы гуляли, мы гуляли по Воронцовскому парку. Это мое любимое с детства место. Ярославль недалеко оттуда. Публика абсолютно в восторге. И дети тоже. И было очень много комментариев, что это же настоящее платье. Воронцовскому парку. Я даже помню свое наше самое первое выступление с танцами. Я не могу сказать год, может, седьмой, может быть, восьмой. Нас пригласили танцевать в кадетский корпус. На их какой-то, по-моему, на рождественский какой-то праздник. И это было так волнительно. Тогда я делала платья не на шнуровке, тогда я делала на молнии. Опять-таки знание было примерно ноль. И тут у нас прямо в гримёрке три молнии сломались на девочках. Три молнии. Нас объявляют, а я их еще зашиваю. Прямо там. Честно, если бы не это, я бы, наверное, переживала бы очень сильно о танце. И там, может быть, упала бы в обморок от того, что нам как-то танцевать. поскольку я шила все это время, я совершенно не волновалась. Прям помню, как я не волновалась. И только у меня было счастье, что я все успела. И мы на сцену вышли не полуголые, одеты. В моей коллекции не только платья, созданные мной, а еще кофточка, которая одевалась на корсет. Так, это кофточка, которая идет на корсет, но под платье. То есть, это нижнее белье. Это кофточка, выполненная моей прапрабабушкой. Это очень очень тонкая работа. Я вот прямо сразу могу сказать, несмотря на то, сколько лет я шью и какие у меня машины, я так сделать не смогу. Я просто, у меня усидчиво нести хватит. Это ручные швы. Вот это все, ручные швы. И кое счастье, что это никуда не потерялось, потому что в основном, конечно, такие мелкие детали все, да и крупные тоже, все утрачено, но вот какие-то остаточки великие драгоценности есть. Ну, она сама по себе уникальная и очень красивая. Ну, а то, что это еще и кофточка моей прапрабабушки и выполнена ею, конечно, добавляет ей очень, очень много. У меня к вечеру совсем другая активность. Я вам прямо дозаметила, если у меня даже есть отпуск, там, ничего, что-нибудь. Вечер у меня начинает так, пора тренироваться. У меня уже тело за много-много лет привыкла и если тренировки вдруг нет, я прямо начинаю чувствовать какое-то беспокойство. Как так? Эпизодически они перетягивают одеяло друг на друга, потому что, если когда-то у нас готовится какой-то спектакль, какая-то поездка к фестивалю, репетиции, конечно, нужно как можно больше, большее количество. И тогда начинает страдать костюм, потому что я в зале. Или, допустим, когда идет процесс сочинения танца, он очень долгий. И он ненормированно долгий. То есть, я могу прикинуть, что вот все, у меня уже все есть кружавчики, оборочки, идея есть на создание костюма, ну, пусть мне там потребуется там, не знаю, около там недельки упорного труда. С одной стороны, она совершенно никак не связана, потому что я могу, допустим, оставить танцы навсегда и шить, или наоборот, больше никогда не шить и спокойно танцевать. Но на самом деле очень интересно они связаны, хотя бы потому что, что пока я шью, у меня очень устает все тело, а я потом зайду на тренировку, разомнусь, как следует потянусь, гэгэй, как-то выпущу пар, и костюмчики получше идут. Моя сестра занимается ирландскими танцами, это спортивная такая дисциплина, и у них все значительно с точки зрения обучения удобнее. Тетка, первый уровень, нужно знать такие-то элементы, требования к этим элементам, вот такие-таки, такие-таки-то, все, пошла, работаешь. Фоменко делят на три уровня, такой подготовительный, профессиональный и космос. Но разница между этими уровнями, она вообще не прописанная, то есть это на усмотрение педагога. И бывает так, я тоже на этом попадала, когда ты приходишь вроде бы на классы среднего уровня, но ты оттуда уходишь просто никакая с первого же часа, потому что там уровень запредельный. А иногда ты приходишь на уровень на высокий, но тебе понятно, нелегко, такого не бывает, но тебе все прямо реально понятно. И кроме того, во Фоменко очень много работы с предметом, то есть это веер, это шаль, это бата-де-кол, это такой длинный-длинный хвост, это кастаньеты, это бастон, трость. У нас же мало каблуков, нам еще нужно еще чем-нибудь стучать. И овладевание этими предметами требует отдельных тренировок, их никак нельзя вписать в общую группу. Конечно, чтобы вырастить кого-то в вал, надо брать с пеленок, по идее. Но мне очень интересно работать со взрослыми людьми, особенно, которые уже понимают, что хотят, почему, зачем. И в основном очень здорово мои девушки отдыхают от семьи, от детей, потом счастливо к ним приходят, ну и, как замечают некоторые мужья, становятся более добрыми и ласковыми после тренировок, когда они все это выплеснут. Когда мы отрабатываем дроби, а их очень много, это прямо ближе уже к спорту. Это все равно как на пробежку выйти. Хорошенечко пробегаться, прям хорошо. Когда у нас идут руки, это какая-то медитация. Иногда смотришь, как красиво, когда все вот так вот ручками, ручками, все впадаем в какое-то такое состояние, и прям даже чувствуется, все отдохнули, все как-то прям, почему отдохнули так вот по-женски, ну у меня женские группы, как-то расслаблено, как-то по-доброму, но вот какими-то микрооттеночками, оно с каждой занятия получается уникальным от тех настроений, с которыми приходят барышни. Можно прийти, сделать очень легкую комбинацию, но сделать ее так, что у всех там сердце остановится, пропустит пару ударов, только потом начнет стучать. Поэтому в этот момент есть даже специальный термин, какая-то магия, вот это вот что-то, когда происходит на сцене, необъяснимое, когда вот мурашки, называется бленды. Вот самое главное это магия. Вообще найти хобби, которое вот такое вот твое и людей, своих людей, с которыми, понимаете, это большое счастье. Поэтому нужно смело прямо пробовать. Не в фламенко так в пение, не в пение так, я не знаю, на каток, не с катка так к лошадям. И вот так вот пока вот какое-то свое место не будет найдено. А вот когда она будет найдена, жизнь, конечно, станет намного счастливее. Субтитры создавал DimaTorzok